Приветствую вас, друзья, в эфире программа «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Додолев, а в гостях у нас красивая женщина и прекрасная актриса Дарья Поверина. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Скажите, как красота помогает, понятно, как она мешает вашему ремеслию и мешает ли? Нет, когда наоборот, когда я была молодая и поступала в институт, то у нас в высшем театральном институте, имени Щукина, там как раз приветствовалось экстерьер, так называемый, очень приветствовалось. То есть нравились высокие, красивые, стройные девушки, высокие, красивые парни. Экстерьер был одним из таких, думал, о, красивый парень, ну-ка, давай теперь мы его послушаем. Сейчас, мне кажется, внешность уже как-то уходит на второй план и что-то другое, какую-то неординарность, необычность, что-то такое. Но мне лично мой фейс никогда не мешал, хотя я себя все время пыталась как-то переделать, похудеть. Я так не относила к себя и не отношу к каким-то красавицам. Есть женщины, которых я действительно считаю красивыми, и я себя к ним не отношу. Из профессии? Из профессии. Погласитесь, пожалуйста, виски. Анжелина Джули. Так. Джулия Робертс. Не красавица, кстати. Но она такая манкая, у нее есть такое обаяние, мне на нее всегда приятно смотреть. Вот просто мне на нее, кстати, ей вчера исполнилось 54 года. Она все так же хорошо. Понятно. Хорошо. Ну, с Джулией Робертс еще я как-то понять могу. А вот не понимаю совершенно феномен Сары Джессики Парки. Она очень обаятельная. С женской точки зрения. Да, она неординарная. Как раз у нее такая неэталонная, красивая внешность. Красивая? Неэталонная, красивая. Но у нее такое необычное строение лица, плюс все вместе. Лицо фигура, рост, как-то все вместе. По-моему, она по-своему красива. Ну, то есть не эталонная красавица, но мне она всегда была тоже симпатична. Вы как-то очень дипломатично ушли от наших. Это плюс. Иногда это мешает. Среди, скажем так, соотечественниц. Юля Снегирь, на мой взгляд. Красивая. Я всегда, мне очень нравятся артистки с таким вытянутым, поскольку у меня не вытянутый лицом. Мне все нравится артистки с вытянутым лицом. Марина Александрова, мне кажется, она красотка. Вика Толстоганова, красотка. Для мужчины что важнее? Внешность, ум, харизма, деньги? Вот так вот, чтобы все вместе. Ну, так редко бывает, мне кажется, нет? Вот это все вместе. Мне кажется, вот так вот, что важнее, так очень, ну, явно не внешность, явно не внешность. Наверное, ум. Потому что умный человек будет за собой следить, и он не позволит себе распуститься, так мне кажется. Значит, ум за собой вылечет уже какой-то внешний. Ну, да. Ну, я такая максималистка очень. Категоричная. Вот просто я могу спросить своего Шурина сказать, Кирилл Эмильевич Разлобов, который недавно стал. Я считаю его умнейшим человеком вообще. Он вот не обращал внимания на то, как он причесан, что на нем. Ну, мне все-таки хочется, чтобы умный и образованный человек на это тоже обращал внимание. Вы когда работаете на сцене или на площадке, неважно, для вас имеет значение привлекательные это особи? Я не обязательно про мужчину говорю, но вот экстерьерно, что называется, или это не имеет значения? В общем, нет, хочется, чтобы человек был хороший, а так он привлекательный или не очень привлекательный. То есть вы легко абстрагируете? Вот, допустим, мне Александр Ширвинд жаловался, что ему приходилось там с Гурченко целоваться. Она была, как он говорил, чесночница. Вы же говорите, вы же поцелуи не уточняли. Для меня всегда загадка, как люди вашего ремесла, актеры, актрисы, вот изображают близость. Если человек им не симпатичен. Потому что если человек привлекательный, это понятно, что легко здесь, ну, вжиться в роль, что называется. А как вы... То же самое, вжиться в роль. Ну как, это же не я, но понятно, что мое тело, но по идее это мой персонаж испытывает. То есть вы легко отключаетесь? Да, да. Стараюсь, во всяком случае. Вы из тех актрис, которым нужно погружение? То есть вы, когда читаете сценарий, вы уже начинаете в образ? Или вы, когда выходите на площадку, вы раз, и вы уже другая? Вы знаете, как хороший сценарий, он на этапе прочтения уже какие-то у тебя возникают образы в голове. Включает что-то. Да, уже включается воображение. У меня, во всяком случае, так. И как-то там так, чтобы вот вживаться, не могу сказать, потому что когда ты читаешь сценарий, ты еще ни с кем не в связке. Ты не в связке ни с режиссером, ни с партнерами, ни с оператором, ни со съемочной площадкой. А это все диктует свои какие-то, свои условия. Поэтому я стараюсь включаться быстро. Мне не нужно много времени, чтобы как-то себя раскачать, настроить. Ну, у меня уже большой опыт. И я, в принципе, считаю, что артист должен быть очень реактивным. Он должен настолько себя раскачать, потому что сейчас так все быстро, такое времени, как всегда, мало. Кино — это не театр. В театре побольше времени. Да и то уже тоже мало времени. Ты должен быстро уметь включаться, быстро ловить, что от тебя хотят. И, я уже пять раз сказала, и быстро включаться. Вам приходилось работать на, скажем так, параллельными проектами? То есть одновременно сниматься в двух ролях? Приходилось, да. Это никак не мешает? То есть раз вы одна, и оп, и вы уже другой человек? Ну, я не могу сказать, что мне это мешало. Нет, но у нас индустрия устроена так. На Западе индустрия устроена по-другому. Разве? Да. Театр. У них же нету труппы, как таковой. У них есть спектакли. И вот ты играешь, занят в одном спектакле. И если он у тебя стоит два раза в день на протяжении месяца, каждый день, то ты физически просто нигде не сможешь работать. Так же, как если ты снимаешься в каком-то проекте, и если у тебя там большая роль, ты физически и даже, по-моему, официально не имеешь права больше нигде сниматься. Ну, там, наверное, есть какие-то допущения, но, как правило, я знаю, что если артист снимается в этом проекте, он больше не работает нигде. У нас другая система. Мы как-то, ну, не запрещено во всяком случае, хотя, наверное, есть сейчас какие-то эксклюзивные договора, мне такого не предлагали, что ты вот снимаешься только здесь и больше нигде. Потом мы, многие работают в репертуарном театре, а репертуарный театр по умолчанию всегда на первом месте. Поэтому я свой график подстраиваю под театр. Так всегда было и так и есть. И так делают многие артисты. Вы знаете, мне вот Антонио Бандерас говорил, что голливудские актеры, хотя он европеец, но он себя позиционирует как человек из Голливуда, отличаются от наших тем, что они все умеют, что они могут работать без каскадера. Понятно, что там есть каскадеры. А, в этом смысле? Да, ну что они умеют фехтовать, ездить на лошади, там водить машину, не автомат, а с ручной коробкой. Хотя мы помним фильм «Красотка» начинается с того, что как раз Ричард Гир этого не умеет. А вы согласны с этим, что у них люди в этом смысле более универсальные и профессиональные люди этого ремесла вашего? Ну, по идее нет, потому что в институте нас тоже учат фехтованию, что касается верховой езды, я, например, умею, но я это делала сама по себе, хотя это был такой... Мы еще тогда учились в институте, это было такое летнее предложение для студентов щуки поехать поучиться в верховой езде. Я этим воспользовалась. А что касается трюков, мне кажется, это опасная тема. Все-таки лучше, чтобы специально обученные люди рисковали своей жизнью, они умеют это делать, чем я вот ради того, чтобы точно это была я, отправилась на какой-то трюк. Хотя есть артисты, которые умеют это делать, у которых там есть спортивное прошлое. У меня спортивного прошлого нет такого прям. Поэтому я думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Но то, что, наверное, голливудские артисты отчасти, наверное, более универсальны, наверное, да. Наверное, да. И я не знаю, почему. Хотя у нас тоже есть и вокал, и танец в театре. Ой, в театральных институтах. Но артистов мюзикла у нас не так много. Хотя, может быть, сейчас и больше. Вы в караоке поетесь? Да. Что? Что знаю. Или что мне нравится. Нет, ну а что вам нравится? Я вас не буду просить петь, но просто... Ой, мне как наш шансон, типа, ну, шансон такой, как... А я сяду в кабриолет, или там Пугачева свеча горела на столе, или Земфира неба Лондона, так я люблю Глорию Гейнер могу иногда спеть, I will survive. А, кстати, еще наши артисты, вот мало кто знает иностранный язык, и это, конечно, прям беда. Я, к счастью, знаю, но я училась в спецшколе. А вы английский, да? Английский, да. Училась в спецшколе, в советское время были спецшколы. Ну, и я плюс стараюсь его не забывать, и я занимаюсь с педагогом периодически, с носителем. То есть вы что-нибудь на языке оригинала смотрите? Я смотрю все на языке оригинала. Да, и сериалы, да. И сериалы в том числе, но какие-то я отключаю титры русские, но ты не успеваешь все равно, ты не наслушанно так, потому что если жить в англоязычной стране, когда все время у тебя этот голос, язык, ты становишься более наслушанным. А так как это в день, там, несколько часов, то это, конечно, не наслушанно. И плюс есть еще нюансы, у артистов тоже есть говор, как у наших артистов, у артистов есть манера. Там южный говор, да, да, конечно. Так же, как у нас есть манера. И потом есть какие-то специальные слова, которые ты не знаешь. И поэтому я смотрю на языки оригинала, но в большей части, конечно, с субтитрами русскими. Возвращаясь к Голливуду, вы, наверное, в курсе, что Олег Болдын не так давно на съемочной площадке застрелил из реквизитного оружия оператора Галину, нашу с вами соотечественницу. Она на Украине родилась. Ну, я про Советский Союз, мы в Советском Союзе родились. Вы когда-нибудь слышали нечто подобное из случаев отечественной? Ну, насчет застрелил не помню, а насчет какие-то такие, когда не рассчитал силы, там, ударил, и там кто-то что-то сломал. Такое у нас бывает. Но вот таких летальных случаев, когда виной оказывается артист, я так конкретно не припомню. Что-то там, вот сейчас я думаю, где-то я что-то слышала, но так как я точно не знаю, то я не могу сказать. Американское кино, сериалы и полный метр значительно сильнее отечественного. Ну, вы знаете, сейчас у нас появляются тоже очень хорошие продукты. Например, «Вампиры средней полосы». Ну, блестящий сериал. Смешно, да. Или «Домашний арест». Ну, блестящий. Он, конечно, немножко про нас, и, может быть, его... Мне кажется, «Вампиры средней полосы» вполне можно... Запросто. Отправлять. «Перевал Дятлова» тоже мне очень нравился. То есть, конечно, в процентном соотношении у нас еще процентного такого крутого материала ниже, чем... Вы знаете, что «Вампиры средней полосы» снимался Михаил Ефремов, и что его потом Юрий Стоянов заменил уже после этого... Но было по-другому, на самом деле. Сначала предложили Стоянову изначально. И в пилоте снялся Стоянов. Так. Потом, когда... И проект отложили на какое-то время. Потом, когда к Стоянову опять вернулись, он был занят в другом проекте. Угу. И он порекомендовал Мишу. Угу. А потом, когда вся эта трагедия случилась с Мишей, опять все. Угу. Вы знакомы с Михаилом Олеговичем? Да. Как вы вообще всю эту ситуацию, и само происшествие, и наказание... Я ему очень сочувствую. Угу. Очень сочувствую по-человечески. Угу. Почему такой большой срок? Ни до него, ни после по аналогичным случаям. Ну, пьяный за рулем и гибель человека никому не давали 8 лет, и даже 5 не давали никому. Как считаете, это в этом вина самого Михаила, или это какие-то... Ну, насколько я помню, какие-то дурацкие истории с адвокатом, что-то... Как-то там все было... Такое ощущение, что не было рядом с Мишей людей, которые бы действительно искренне хотели бы ему помочь в этой ситуации. И насколько это возможно, ну, понизить наказание. Вот у меня такое ощущение. То есть как будто это были не его союзники, а люди, которые преследовали какую-то другую цель. Хайпануть или еще... Васильева не так давно сказала, что вообще людей богемных, ну, актеров, людей творческих, вообще нельзя сажать, изолировать от общества и сажать в тюрьму, что к ним общество должно подходить с других позиций. Как вы подкомментируете? Я не могу разделить такую точку зрения. Мы такие же люди, как и все. И, конечно, у нас профессия немножко, ну, не немножко, а множко отличается своей нестабильностью, своей непредсказуемостью, своей зависимостью. И в периоды простоя артист действительно тяжело переживает. Кто-то находит в себе силы заняться чем-то еще. Ну, наверное, такое. Поэтому она, конечно, очень сложная, но ставить нас отдельно от остальных людей, мне кажется, это не совсем честно, это не совсем правильно. То есть вы верите, что реально существует в социуме равенство, что со всех спрашивают одинаково, с людей известных и людей неизвестных вы считаете, что одинаковый спрос? Я не по закону, а по практике. Почему? А, по практике, ну, я не практикую, не знаю, но я считаю, что должен быть одинаковый. Ну, по идее, должен быть одинаковый. Но мы все равны. Ну, как? Это то, что называется социально одобряемый ответ. Вы говорите на то, что, конечно, хочет услышать зритель, но вы же понимаете, что, допустим, когда... Вы сами за рулем? Да. Когда вас останавливает инспектор ГАИ и узнает вас... Это его выбор. У него есть выбор, меня оштрафовать или сказать, вы, пожалуйста, больше так, если это не какое-то там нарушение, вы, пожалуйста, больше так не поступайте, но... Ну, вам же так вот говорят. Не всегда. У меня была авария, где я столкнулась с человеком, и я считаю, что виноват был он, потому что он повернул не из того ряда. Там на Таганском, на Таганской площади есть этот круг очень сложный, там очень сложное движение. Ну, я, как всегда, опаздывала, да-да-да-да, и я такая вся уверенная, что он виноват, уехала с места преступления. Но меня лишили прав. Надолго? На год. Давно это было? Лет шесть, наверное, там назад. Ваши коллеги, которые преподают, вы ведь не преподаете, по-моему. Ну, вот у меня сейчас, буквально через две недели, я начну свой курс, правда, он онлайн, по актерскому мастерству, и мне это, конечно, очень волнительно, это будет для меня такая премьерная история. Ну, я попробую, потому что why not, и мне есть чем поделиться, но, конечно, это надо все оформить как-то. Ну, в общем, я очень волнуюсь, но готовлюсь к этому моменту. А я к чему? А, и у меня есть, и я тоже в пандемию сделала курс по ораторскому мастерству, у меня было там уже десять учеников, ну и плюс я сейчас занимаюсь одним парнем, тоже ему помогаю, что касается актерского мастерства. Так вот, я начал, что вот такие маститы, не вашего поколения, гораздо старшие преподаватели, ну, такие как Ширвинд и прочие, они как раз говорят, что современный студент, не выпивающий, что в этом смысле сложно. Вы считаете, вообще, чем отличаются вот студенты нынешней, я имею в виду творческих, театральных вузов, от тех, с кем учились вы? В чем, так сказать, отличие, если оно есть? Ну, я согласна, что сейчас, наверное, не так распространено выпивание, как во времена моего студенчества. Мы, конечно, отрывались просто по полной. Сейчас больше как-то люди занимаются спортом, больше зарабатывают деньги, потому что тогда не было такого количества работы, возможностей не было. И, ну, в общем, в свободное время студенты встречались, тусовались, пели песни и выпивали. Сейчас такое, конечно, по-моему, гораздо меньше происходит. Я думаю, в связи с тем, что очень быстрый мир, и если ты не будешь шевелить лапками, то вместо тебя это сделает кто-нибудь другой. И огромная конкуренция. В мое время еще такой конкуренции. Она была, конечно, но не было таких возможностей. Я помню, что вы очень сильно хайпанули, разместив фотографию с Верой Алентовой после ее очередной пластики, как бы с комментарием, что вот это новое лицо. Нет, я такого в жизни не делала. Вот с таким комментарием? Ну, была совместная фотография? Мы с ней работаем в одном спектакле. Так, было совместное селфи. Совместное селфи было. Значит, оно уже пошло гулять по сети с... Ну, это уже комментарии, то, что там пишут журналисты, так называемые, хайпуют на моей фотографии. Я в жизни ничего подобного не позволила себе написать. Я вообще даже на эту тему, я даже комментарии на эту тему не даю. Тема такая-то... И такое ощущение, что стояли, сами оперировали в Верой Аленте. Ну, лицо изменилось, скажем так. Я даже это комментировать не могу, не считаю. А как хорошо, как вы вообще прокомментируете, что бывают, прямо скажем, хорошо, мы не будем говорить про соотечественников, опять же, Голливуд. Ну, вот случай с Микки Рургом. Бывают катастрофические ситуации, когда пластика человека просто не то, что апгрейдит, а она просто уничтожает его физически. Стоит это того? Стоит рисковать? Ну, это же все такое дело тоже непонятное. Потому что молодость, культ молодости во всем мире. У нас он в гораздо большей степени, чем в Голливуде. В Голливуде все-таки, мне кажется, есть работы для всех поколений артистов. Либо ребята сами становятся продюсерами, артисты. И очень часто артисты, которым там за 45, сами становятся продюсерами, находят для себя материал и его продюсируют. У нас немножко другая история. Мне кажется, что в нашей стране культ молодости просто огромен. И, конечно, мне тоже приятно, наверное, смотреть на молодых на экране, чем на более возрастных. Но, с другой стороны, у нас и перестали уметь снимать взрослых артистов. И вообще крупные планы, такое понятие, как крупный план, который в советском кинематографе был просто... Так, все, крупный план, все молчат, никто не торопится, у артистки крупный план. Оператор ставит свет, оператор вместе с художником по свету ставит свет, только чтобы артистку выгодно подать. Сейчас же крупный план так же снимается, как и общий план. Ну, так, по большому счету. И, конечно, ты так смотришь, думаешь, ой... Или там на себя смотришь, ой, да ладно, что, вот прям вот так? Вот до такой степени? Вот, то есть, вот так вот я выгляжу? Ну, серьезно. Быстро к зеркалу. А в зеркале как-то по-другому. Ну, даже светом можно как украсить, так и изуродовать. Да, конечно. И высветить все недостатки, которые есть даже там на молодом лице. Ну, понятно, что уже на лице не совсем молодом их больше. Ну, это физиология. И, конечно, хочется хорошо выглядеть. Как хорошо выглядеть? Если природа берет свое. Если закон всемирного тяготения тоже берет свое. То как-то искусственным способом эту кожу поднять. И, конечно, это такая опасная история, потому что в какие руки ты попадешь. Да. Что, как, насколько твое лицо это примет, не примет. Ну, конечно, это очень такая сложная. Но кто-то подсаживается на эту иглу. У кого хорошо получается, тоже не могут с этого слезть. И постоянно что-то улучшают, 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 улучшают. Ну, согласно с тезисом, что людям вот таких профессий, как, ну, не знаю, политик, там, не знаю, или ведущий, актриса сам собой, это как бы позволительно. То есть это сама профессия диктует необходимость вмешательства какого-то. Или это выдумки? Нет, мне кажется, сама профессия не диктует вмешательство, диктует часть общественного мнения, когда пишут, ой, какая страшная, ой, посмотрите, как она постарела. Ой, а сейчас же это легко, благодаря соцсетям. Или того, ой, как он поправился, или там, она поправилась. И, конечно, ну, это ранит. И поэтому я думаю, что это такой процесс, как раз обратный процесс идет от зрителей. Вы знаете, вот люди, допустим, моего поколения, они всегда считали, что женщине позволительно, и надо следить за собой. Ну, там, я не про операции говорю вообще. А мужчинам это вот, ну, просто, вот, ну, как сейчас говорят, зашквар. Просто, если мужчина делает маникюр, то это он уже, в общем, какой-то такой вот. А сейчас, насколько я понимаю, что люди вашего поколения пересмотрели эти нормативы. При всех прочих равных вы предпочтете мужчину, у которой, ну, не знаю, вот он ухожен, скажем, профессионально ухоженный, я имею в виду. Ухоженный. Просто ухоженный. Если он может это сделать сам, ради бога. Просто ухоженный. Знаете, у нас в студии самое ухоженное животное, это наш карась, дядя Володя, Солотаренко. Он одичал, поэтому не знаю насчет ухоженного. Вы знаете, это абсолютно самодостаточные счастливые существа, потому что у них 3-4 секунды памяти, поэтому там даже нет представления о том, как и чем он живет. А у нас есть традиция, что Кость просит дядю Володю осуществить что-нибудь, какое-то желание. Какое желание будет у Пареи? Ну, личное желание известно, что не озвучивают вслух, а то, может, не исполнится. Хотя общественно тоже, но мне очень хочется, чтобы мы вернулись к доковидным временам. В том плане, чтобы та свобода, в которой мы жили, чтобы она вернулась. Поэтому мне хочется, чтобы и все были здоровы, и как-то пережили эту затянувшуюся неприятную историю, которая случилась со всеми нами. Дарья, я боюсь, что это из области иллюзий, хотя не присоединиться, конечно, не могу. Почему? Ну, все заканчивается. И эта пандемия тоже должна закончиться. Просто хочется, чтобы люди... Как хочется, вы даже не представляете. Чтобы люди тоже проявили сознательность и помогли, чтобы ты... Хорошо, на этом тогда мы и ставим точку. Огромное вам спасибо за беседу и за пожелания.